Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Дмитрий Марфушкин выиграл медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Состязания проходят в Баку. Гомельский легкоатлет показал третий результат в прыжках с шестом. Дмитрий Марфушкин завершил соревнование с результатом 4 метра 80 сантиметров. Победил француз Энтони Амирати 4 метра 95 сантиметров. Серебро у Финна Алла Саари 4 метра 90 сантиметров. Медаль Дмитрия Марфушкина первая в копилке белорусской команды по легкой атлетике на Европейском юношеском фестивале. Завтра клубы из нашего региона проведут поединки 1-16 финала Кубка Беларуси по футболу. Футбольный клуб Гомель в гостях сыграется с Маргонью. Мозорская славя также встретится с представителем первой лиги. Поединок против НФК пройдет в Минске. Гомельскому локомотиву, выступающему во втором по силе дивизионе национального чемпионата, предстоит матч против представителя элиты Городеи. Игра состоится на поле стадиона локомотив в Гомеле начала в 17.30. В Беларуси стартовала серия детских теннисных турниров «Золотая ракетка». Первая матчевая встреча состоялась в Гомеле в областном центре Олимпийского резерва по теннису. «Золотая ракетка» – это теннисный аналог золотой шайбы в хоккее и кожаного мяча в футболе. Главная цель соревнований – поиск новых талантов и активизация работы по воспитанию теннисистов для сборной в регионах страны. «Золотая ракетка» – турнир командные. Школы и клубы заявляют для участия трех юношей и трех девушек в возрасте до 12 лет. На протяжении нескольких месяцев команды играют между собой по круговой системе. Четыре лучшие дружины оспорят награды в финале, который пройдет в октябре в Минске. После определят лучших и в личном зачете. В первом сезоне «Золотой ракетки» принимают участие девять команд. «По всей стране путешествуют, получат игровую практику. Что очень важно, это команды соревнований. В командных соревнованиях ответственность больше, чем лично. И будут психологически готовы из тех детей. Надеемся, из них вырастут члены национальной команды. И они психологически будут тоже готовы, что нужно играть за команду с большей ответственностью». В первой матчевой встрече воспитанникам Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису противостоят спортсмены Витебска из дюшор номер восемь. Регламент подразумевает поединки в одиночном, парном разряде, а также в миксте. В Речицком районе пройдет экстремальный забег трассы Е-95. Участие примут около 60 человек. На старт выйдут спортсмены из Гомеля, Калинковичей и Минска. На дистанции семь с половиной километров им предстоит преодолеть 12 различных препятствий. Они будут прыгать в воду с двух с половиной метров, перетаскивать мешки с песком, проползать под автомобильными покрышками, проходить сквозь дренажную трубу и плавать. Последний этап разбивания твердых предметов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.